так мы еще не сплавлялись у нас свой храм нам нам в другую сторону а мы сегодня идем в половоде сплавляться от побреневского монастыря побреневского до прямо стен пойдем вот тут собрались и пойдем сплавляться у нас разлилась москва-река и мы будем справляться прям по это по парку пойдем мимо стен монастыря сегодня вторник мы пошли сплавляться вдвоем никто нас не поддержал но все равно сплавляться надо сегодня потому что сегодня единственный день без ветра вроде как вот местами небо голубое и вода начинает уходить мы были тут воскресенье два дня назад воды было метр на вода на метр ушла здесь перед монастырем сделали такой вот парк очень классный интересный здесь пруд и пруд залило стоят фонари в воде о какой удобный спуск в по лестнице можно прям по лестнице спуститься к воде вот такая гладь наверно много в результат рыбы зашло с москвы реки сюда или отсюда ушло отсюда ушло давай стартуем предыдущем ролике мы подробно рассказывали о сплавах половоде накануне даже выступали на выставке активно отдых на эту же тему рассказывали о принципах выхода на воду в это время и вот хочется остановиться на том что надо подходить ответственно к вопросу а то есть вот сейчас тишь да гладь ветра нет вообще зеркало но пространство достаточно открытое и все равно мы используем жилеты мы используем лиши вот это нужно обязательно помнить про это и не игнорировать ни в коем случае даже несмотря то что здесь вот небольшая глубина нет ветра ничего потому сейчас вот катаемся катаемся в голову стукнет а давай вон туда а там чего угодно может быть да вот вот там вот вот за теми кустами уже москварька течет и очень большой согласно сходить посмотреть на но мы к этому готовы абсолютно по всем параметрам и в плане экипировки в плане опыта и в том числе выбора погодных условий тут указатели куда можно поедать и монастырский пруд аптекарский огород интересно нас там снимают в город поехали аптекарский как этот улица фонарь аптека монастырь монастырь фонарь и satin можно это привести лёш плывет по тротуару это велодорожка велодорожка тогда педаль крути что-то не так надо в другой плоскости так необычно плавать под тобой дорожка она поворачивает вот эти вот фонари жалко что их сейчас не включают наверное так если ночью кататься специальный спорт для саперов ночной до кататься сейчас пока стояли там мужики рядом разговаривали местные говорят через асфальту там идет и переливается лазили какие-то огромные рыбины прям чушки прям переползали малина аптекарская ежевика там не видно о служа там по-моему ежевика ягоды есть раз засохшие вы живете ягоды есть прошлогодние теперь надеюсь что электричество отключено потому что здесь шкаф распределительный стоит в воде очень здорово такая тишина и сзади монастырь а это понтоны вот прям где сейчас я плыву здесь пруд и вот такие понтоны куда можно прийти чай попить посидеть вечером очень красивые закаты а тут они такие под мостами мы проплывали а чтобы проплыть над мостом такого а вообще тоже был да на северке но проплыть надо помп понадоб мостом вот так вот первый раз серого сейчас он рассказывает что он плывет над мостом здесь мост через пруд эти вот перила это перила моста мост вообще утонул здесь сад стрижены деревья посажены мы плаваем сейчас по залитым полям его свекла плавает хотел все поймать урожай плавает лишь но свекла а теперь я плыву между грядок между борозд здесь росла свекла она и услышали не убрали вон прямо на этом морковь да а вода прям выдернуть можно вон морковка и и тут не убрали не убрали какую ну эту стандартную одни стандартная бросили так много можно нарвать и морковки рыбу поймать и уху сварить да еще лук найти ну я думаю здесь не проблема сейчас все найдем прикольно по грядкам еще не сплавлялись да ну не помню на вокзале сплавлялись заказать на дороге сплавлялись по грядкам наверное нет причем на вокзале на железнодорожном вокзале да да у нас был был дело дорожном вокзале я сплавлялся когда его затопило это вот уплыл один понтон оторвался вот те которые стоят там так задранные это вот такой же полна причем он далеко уплыл монастырь уже был бы сильнее поводок уплыл бы вообще в москва реку да вот тут даже вон красненькая морковка все на мель встал хотели мы его отбуксировать туда на место но к сожалению мертвый сидит ничего не удалось то что тут вот рыба наверное эти морковку ты ест а вон на это картошка похож была картошка ну слушай на уху точно можно набрать рядом здесь и безрыбная поплыли назад посмотрим что с другой стороны вот очень мелко я сел на мель пытаясь разверниться понтон теперь стоит я тебя вода не уйдет пока вода не уйдет так и эти грядки не высохнет не благодаря складным плавникам все элементарно разруливается он там что-то поскрипывает гнется в разные стороны но позволяет все-таки маневрировать как-то двигать вот я смели снялся причем орудуя одной рукой вот позади только муть такая вот осталась и все поплыли все говорят что веслом можно копать и у моего не получается получился фокус морковку хотел морковку отталкиваешься до нас сгнила она уже заморозилась разморозилась вымокла там от морковки ты ничего не осталось вернулись мы сквер здесь вот верма цветет между деревьев поплаваем между яблонек и слушай в яблоневом саду мы тоже не плавали да да березы где не берет к летать а это но здесь я был не по моему декоративные если есть вот такие типы красиво цветет нахладки такие и стал бы просто вот какой-то это нереальность передают эти вот столбы в воде фонарные красивые березы да осина выбросила я их называю гусеницем вот эти вот сережки такие красивые потом как гусениц становится вытягивается очень красиво в этом монастырском аквапарке установлены такие вот кикеры можно с разгону потренировать какие-нибудь эти вейковые трюки душ давай разгоняйся играл быть старт заедешь высадишься так а теперь то же самое только с разгону и вот с этой стороны и перепрыгивай до в общем мы поняли что здесь куда не пойди все равно придешь либо на пруд либо в горло парковку они вот еще речка есть вот лишь нам в речку с той стороны веру велопарковка и там все у нас ты короче направо пойдешь налево пойдешь как это будь сказочных традициях вот еще новшество шлагбаума на воде как шлагбаума я еще не проплывал ну-ка давай я снизу ты сверху не я не операторы не могу это могу глубина критическое мало нас обгоняет велосипедисты ой я застрял да но это доска прекрасно и по асфальту плавать ну а вот совсем никакая там очень красиво переливает вода через дорогу и прям вот за этими кустами за алексеем который там уже москва река сейчас мы выйдем туда что хочу сказать указатели стоят неправильно они должны быть развернуты ровно вниз они в стороны потому что сейчас все одно и то же что река москва что монастырский пруд смотри правильно показывает река москва вот река москва прям вот река москва вот прям за этими кустами да первый раз вижу указатели об которой можно споткнуться кто так делает вообще как неправильно в сквере надо летом прийти рядом с ним же стоит тирк а здесь электрощиток вообще под водой целиком и залит эти 68 тут наверно даже побольше должно быть что-то в этом месте москва рька делает крутой поворот и вот в этих кустах фильтруется весь мусор мы нашли такой достаточно чистый проходик сейчас по нему выходим основное русло москва реки знаменитую коломенскую луку выходим мы в москву реку по москве реке лучше сплавляться когда закрыто судоходство когда нету судоходства точнее не не лучше а нельзя сплавляться когда здесь судоходство то что здесь сложная навигация очень сложные повороты течение сильное о какой он где прям вижу он какой сильное течение там на основном русле и здесь вас может просто баржан задавить или могут оштрафовать если вы будете сплавляться в неположенном месте поэтому лучше по москве реке на этом участке возле коломна не сплавляться вот появился старый город коломна соборная площадь торчат церквушки видны башни ворота вот единственный оставшиеся от кремля город видно что построен на реке и изначально к нему все подходы были основные по реке охранял водные рубежи здесь видно что он построен именно чтобы красиво смотреться с реки очень красиво так выплываешь и он все открывается открывается соборная площадь кремль жалко что стены не осталось тут на берегу так очень круто чем дальше не поплывем течение сильное появилось здесь вообще на москве реке очень опасные такое сильное течение коварное прям с водоворотами со всякими стреминами может вот вот прям да он видно вот на реке на такой широкой на в половоде стал очень глубоко и поганки всплывают то есть это оказывает что река достаточно коварная а теперь нам нужно найти место где мы выходили в реку то что все кусты одинаковые помнишь а там мы проходили место где течение раздваивалась обратка появлялась нам надо сейчас просто попасть в обратку и течение нас само да вот сейчас плывем прям это доски остановились чувствуется что нужно сопротивляться чтобы путь против течения смотри тут как прикольно река течет вообще она течет вот оттуда туда в сторону колонны а у меня течение несет вот к тем деревьям кустам а сергей сейчас гребет против течения в этом месте как раз происходит такое раздвоение там были поганочки водоворотики и вот я я плыву без усилий отплывают серёги а он там гребет красиво и тихо нашли мы нашли мы заход назад наш я говорю зашли назад заход серёга запомнил где нам заходить вот столбы фонарные сквер указатели а здесь как первый раз такую вижу что сквере городском установили браконьеры сеть фонарин наверно лучше чтобы вечером рыбу доставать да тут он рыбка попалась серёга вон за запутался вон-то в рыбе сетях красноперка до такая длинная сеть отсюда красивый вид на монастырь через деревья вода зеркало поплывем и задеваем перила моста не видно тут достаточно глубоко здесь овражек и мостик с перилками красиво и необычно покатались мы прям душевно немного совсем хотя часок наверно мы поплавали но впечатлений прям полно так необычно сплавляться в половоде ну и красиво конечно вот эти вот фонари вот просто вот в воде которые стоят все мы будем выходить сейчас на берег мы спускались вот по этой лесенке но решили что нам по лесенке неудобно подниматься выйдем вот здесь на дорожке прикольно брусчатка в воде все переплыли можно выходить Faculty've�ка kills Мы вам была успока брусчатка Додак Мэ equitable Мэ Звон А В плав У мел Мэ